Друзья, рада вас приветствовать на канале InvestFuture. Давайте обсудим главные события из мира экономики и финансов за четверг, 29 ноября. Первым делом пришла статистика от брокерских компаний, которая показывает, что за 2019 год резко выросло количество так называемых небогатых инвесторов. Под небогатыми понимаются инвесторы с суммой на счете менее 100 тысяч рублей. Например, брокер БКС поделился статистикой о том, что если в 2018 году таких инвесторов было только 5%, то в 2019 их уже 10%. И как предполагают в брокере, каждый год количество таких небольших частных инвесторов будет возрастать. Оно и понятно, это и есть совершенно объективные причины. Первое, мы понимаем, что снижается доходность банковских депозитов в России. Люди вынуждены буквально искать какие-то более прибыльные альтернативы. Второе, мы видим, что и сами брокерские компании очень активно сейчас продвигают свои услуги, разрабатывают удобные приложения, которые подходят для начинающих и не пугают их какой-то слишком сложной технической инфраструктурой. Ну и кроме того, российский рынок, как мы с вами уже обсуждали, в 2019 году показывает себя как самый доходный в мире. И, конечно же, вот это вот десятилетие бычьего рынка и позитив на российском фондовом рынке заставляют людей обращать на него внимание. Ну, хотелось бы мне думать также и о том, что активность таких каналов, таких социальных медиа, как, например, InvestFuture, тоже приносит свой вклад в повышение финансовой грамотности, повышение интереса к финансовым рынкам. Ну, кстати, не только БКС, но и другие брокеры также отмечают рост клиентской базы. Там Альфа-банк, Тинькофф, Сбербанк. Все об этом с удовольствием говорят. Говорят, причем интересно, что инвесторы в основном выбирают стратегию купи-держи, то есть на небольшую сумму покупают, как правило, акции российских или зарубежных голубых фишек и не спекулируют, а просто на длительный период формируют себе инвестиционные портфели, ну или кто-то покупает какие-то отдельные конкретные акции. Вообще нужно сказать, что для брокеров, конечно, эта стратегия не очень выгодная, потому что а – небольшие суммы, и б – получается, что оборота по счетам нет, и на комиссиях брокер зарабатывает до смешного. Мало, но здесь нужно держать ухо востро нам с вами, как частным инвесторам, потому что эта стратегия как раз является самой правильной. Но брокер обязательно захочет продать что-нибудь более выгодное для себя, например, структурные продукты, доверительное управление, какую-нибудь историю с автоследованием, что-то другое. И, как мне кажется, нужно четко понимать, зачем вы приходите на рынок и отсеивать, что выгодно вам и что выгодно брокеру. У меня было много видео на эту тему, я оставлю полезные ссылки в первом закрепленном комментарии под этим роликом. Тема номер два – Сбербанк выходит на рынок беспилотных автомобилей. Большой зеленый банк продолжает развиваться в технологической сфере и, похоже, прочно решил для себя, что необходимо стать в этой сфере лидером. Поэтому денег здесь не жалеют. Сбербанк объявил о создании совместного предприятия под названием Cognitive Pilot с российской компанией искусственного интеллекта Cognitive Technologies. У Госбанка будет 30%, у компании Cognitive Technologies будет 70% акций совместного предприятия. Оно займется разработкой систем помощи водителю автомобиля, а также систем автономного управления наземными транспортными средствами. Причем, как говорит основатель компании Cognitive Technologies Ольга Ускова, после сделки с Mail.Roy – это крупнейшая сделка на российском рынке высокотехнологичных компаний за последнее время. Ну и особенность технологии, которую компания Cognitive Technologies продвигает, заключается в применении миллиметрового радиодиапазона, который, как считает компания, дает преимущество в сложных погодных условиях. Потому что, например, Tesla использует чисто оптические системы, а Google или Яндекс комбинируют их с лазерами. Ну и вот Cognitive Technologies считает, что она здесь опережает своих конкурентов. Ну, так или иначе, Сбербанк действительно один из лидеров в развитии искусственного интеллекта в России на данный момент времени. Правда, с ним очень активно конкурирует Яндекс за создание глобальной экосистемы в России. И, в общем-то, поэтому и интерес Сбербанка к Яндексу также вполне понятен. Тема номер три. В девятом выпуске Инвестшоу, который в четверг днем вышел на нашем канале, я добавила в свой портфель одну из компаний из сектора электроэнергетики. Если вы еще не смотрели видео и хотите узнать, какую акцию я купила, то обязательно посмотрите. Ссылка на новый выпуск Инвестшоу есть в первом закрепленном комментарии под этим роликом. Ну, а сейчас хотел бы поговорить про компанию Ленэнерго, которая отчиталась за 9 месяцев 2019 года и порадовала аналитиков динамикой за три квартала. Компания, входящая в холдинг Россети, сообщила о росте чистой прибыли за 9 месяцев на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это стало возможно благодаря приросту выручки от услуг по передаче электроэнергии на 11,5%, пояснили в компании. В целом, все показатели за 9 месяцев повели себя очень хорошо. Выручка плюс 7,7%, операционная прибыль плюс 21%, EBITDA 11,3% в плюсе, чистый долг снизился почти на 23%. Но, несмотря на хорошую динамику Ленэнерго по итогам 9 месяцев, в третьем квартале есть слабые моменты в отчете. Особенно здесь касается это все снижение прибыли до налогообложения на 15%. Чистая прибыль упала на 20%. Правда, аналитики говорят, что эта тенденция не только касается Ленэнерго, но и других компаний из этого сектора. Это общая тенденция для региональных сетевых компаний, связанная с ростом операционных издержек и снижением рентабельности. Ну, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Что вы думаете о компании Ленэнерго и, может быть, других компаниях-конкурентах? Пишите в комментариях, давайте будем обсуждать. Тема номер 4. В мире принято считать, что компания Amazon гигант в сфере онлайн-торговли, но на самом деле в нашем мире уже настолько перемешиваются специализации компаний, что иногда и не разберешься, если не следишь плотно за бизнесами компаний. Вот мы только что говорили о том, что Сбербанк заходит на рынок беспилотных автомобилей, подумать только, можно ли было предположить себе такое еще даже несколько лет назад. А вот Amazon всерьез начинает конкурировать с IT-компаниями. Например, появилась новость о том, что компания разработала новый процессор для дата центров, заканчивая работу над новым, более быстрым чипом для облачных вычислений. Сейчас этот рынок на 90% контролируется компанией Intel, которая производит действительно максимально мощные чипы. Но новые разработки Amazon могут изменить расстановку сил на этом рынке. Вообще, облачное подразделение Amazon, которое называется AWS, является самым быстро растущим в бизнесе компании. И предполагается, что в 2019 году оно принесет Amazon почти 35 миллиардов выручки. В 2018 году это подразделение заработало только 26 миллиардов выручки для компании Amazon. И получается, что если новый процессор хорошо себя зарекомендует, то Amazon сможет снизить свою зависимость от чипов компании Intel и AMD, которые сейчас занимают подавляющую долю на этом рынке. И особенно, если такие гиганты, как, например, Amazon и Google начнут пользоваться облачными разработками амазоновскими, это может серьезно изменить расстановку сил и позволить Amazon занять заметную позицию на этом рынке. Понятно, что такая динамика может позитивно отразиться на котировках компаний в течение ближайших нескольких лет. И последняя пятая тема тоже про высокие технологии, партнерство двух американских гигантов. Телекоммуникационные компании AT&T и IT-гиганта Microsoft, которое началось в июле этого года, начинает приносить первые плоды. Во вторник компании предоставили первую совместную технологию, которая называется Network Edge Compute NEC, которая связала вместе три технологии 5G, облака и граничные вычисления. Предполагается, что эта технология может быть полезна для приложений, которым требуется быстрая передача большого объема данных, к которым относятся, например, системы управления воздушным движением дронов, самоуправляемые автомобили, облачные игры, автоматизированные производственные мощности и многое другое. Ну, собственно, AT&T первая представила 5G мобильный в США и хочет развернуть эту сеть на общестрановом уровне уже в середине 2020 года. И есть надежда на то, что партнерство с Microsoft поможет телеком-гиганту в этом направлении. Ну, понятно, что сотрудничество двух таких известных компаний само по себе уже повышает респектабельность их совместных разработок. Правда, аналитики предупреждают, что пока надеяться на скорое получение прибыли от новой технологии не стоит, потому что многие компании инвестировали большие средства в переход на 4G и пока 5G не будут спешить внедрять, несмотря на всю перспективность этой технологии. Тем не менее, на долгосрок компании, безусловно, делают правильную ставку, которая может позволить им выиграть в конкурентной борьбе. Я рада сообщать вам такие новости с учетом того, что AT&T, как вы знаете, тоже уже лежит в моем ленивом портфеле. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня буду с вами прощаться. К инвест-шоу очень много комментариев, но идеи я засчитывать не могу, потому что таким образом я буду выбирать каких-то фаворитов автоматически. С другой стороны, очень много к инвест-шоу вопросов о том, что за приложение инвестирую я через Сбербанк Инвестор. Пока повторюсь, в декабре мы переходим на нового брокера, так что в следующем выпуске инвест-шоу вы узнаете, какого брокера я буду тестировать теперь. И по итогам работы со Сбербанк Инвестором я готовлю обзорный ролик, который выйдет, я думаю, на следующей неделе. Дальше по приложениям вопросы. Учет портфеля я веду в приложении Intel Invest. И ссылка на оба портфеля, открытые со всеми деталями, есть в описании, в первом закрепленном комментарии, простите, под видео с инвест-шоу. И, кроме того, мультипликаторы я беру из приложения Black Terminal, хотя вариантов очень много. Есть огромное количество сайтов с открытой информацией, где можно посмотреть на фундаментальные показатели по компаниям. Спасибо, друзья. Все, буду прощаться. Если было полезно, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. В описании к видео ссылка на наши социальные сети. В первом закрепленном комментарии ссылки на многие другие наши полезные ролики, в том числе и на последний выпуск инвест-шоу. Спасибо и до новых встреч на нашем канале. С вами была Кирилла Юхтынка и команда проекта InvestFuture.